Лиза, смотри, я вот думаю, что как-то очень рано судили доцента-расчленителя Соколова. Слишком рано, и не повезло ему, он не успел узнать волшебное слово, которому в России снимаются все абсолютно вопросы. Он бы мог тоже сказать, что у него просто забрало запотело. И из мокрого рюкзака достать холодную руку аспирантки и, знаешь, сделать вот такое вот примирительное мизинчиками, да, а потом в эту же руку можно было бы вложить букетик и привязать, чтобы он не вывалился, и все. Я думаю, что инцидент был бы таким образом исчерпан. Не было бы никаких следствий, никаких судов, и все бы отнеслись к этому с большим пониманием, потому что ведь Россия страна запотевших забрала. И вот совсем только что буквально выяснилось, что запотело забрало у питерских милицейских начальников поликлиники МВД, да, где за 200 тысяч делали справку об инвалидности любому сотруднику, а так как через запотевшее забрало не видно, кто это, инвалид это или не инвалид. Есть у него ноги или ему их отгрызли либералы на митинге. Ну вот не видно, и теперь они сами в шоке. Оказывается, все практически не инвалиды. И в Ивановской области тоже они запотели, эти забралы чертовы, да, там, чины наркоконтроля, оказывается, открыли собственную успешную большую лабораторию по изготовлению наркотиков и организовали мощную сеть, которая торговала наркотиками. Они, конечно, саму-то лабораторию видели, но поскольку у них забрало, запотело, они в шоке. Что там делали? Они думали, что там варят геркулесовую кашу для розничной торговли. И вот теперь в шоке. Не-не-не, лучше для благотворительности. Конечно. Мне кажется, это более логично. И вот ты понимаешь, да, сейчас идет великая кровопролитная смертельная битва за то, возбуждать дело в отношении этого пятикантропа, который прославился на площади восстания, или не возбуждать. Я имею в виду 23 января. Вот если возбудить, то есть риск, что на следующем мятеже, на следующем митинге так же охотно бить, как били в этот раз, может быть, милиционеры не будут. Потому что это деморализует личный состав. Известно, что, кто не в курсе, известно, что сотрудники милиции, которые куда-то волокли какого-то мальчишку, что называется, с ноги мощно нокаутировали питерского педагога-математика Маргариту Викторовну Юдину, которая всего лишь задала им вопрос свирепо, тупо, без всякой необходимости, и очень умело показав квалификацию хорошего пятикантропа играть, но у них есть специальные манекены учителей, врачей, пенсионеров, на которых они тренируются, отрабатывают специальные удары, предназначенные для каждой из этих категорий. Маргарита Юрьевна, пролетев метра три, грянулась головой об асфальт и оказалась в больнице, а тут начинается самое интересное. В больнице ее почему-то держали голой. Ее держали голой, не дав ни пижамы, ни рубашки. А математики, они вообще странный народ. А в голом виде у них убедительно общаться с публикой совершенно не получается. Кутаться в простыню для того, чтобы добежать до туалета, тоже как-то неловко. Короче, она мучилась там, и голову и тоже рассеченную решили не перевязывать, чтобы не драматизировать и не портить картинку, потому что караулило послушное телевидение, которое должно было зафиксировать факт прощения или смущения. И сперва к Маргарите Юрьевне Викторовне явился полковник с красивой фамилией музыка Сергей Борисович. Кстати, действительно, очень приличный человек. И он предложил мириться с полицией. Потом явился сам герой. Фамилию он не сказал. Вот он возник с букетиком перед голой, судорожно задергивающейся простыней дамой и представился. Я, Коля, вот мент переднего легания. Мне карьеру портить не надо. Я в наших рядах еще лучше. Давайте меня по-хорошему прощайте. И, конечно, абсолютно деморализованный, голый человек, думающий совершенно о другом, сказал, иди, Коля, иди. Ну, а в этот момент из-за его плеча сиял полковник музыка. И вот началась эта война возбуждать, не возбуждать. Но, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. А мы знаем, кто музыке платит. То есть, вернее, как они считают, кто им платит. На самом деле им плачу я. И вы, и вы, и вы, и вы. Но они по-прежнему верят, что им платит Путин, а не мы. Хотя при виде любого мужичка с хабариком, вот тут они должны понимать, что к ним пришло начальство, которое их содержит. И этого мужичка или эту математичку питерскую они должны воспринимать как начальство. Они этого не умеют делать, потому что абсолютно идиотский закон о полиции. Кстати, завтра вот у Маргариты Викторовны юбилей 55 лет. Мы ее поздравляем, коль скоро вот воссияла такая своеобразная политическая звезда над Россией.